Не стоит ничего усложнять, это чистой воды правда, но не в том смысле, который обычно вкладывают в эти слова. Не все просто, и ты будь еще проще, а все в мире бесконечно сложно, куда еще искусственно усложнять. Привет, мои хорошие! Сегодня поговорим о 10 вещах, которые делают мою жизнь проще и спокойней. Приятного просмотра! С самого детства папа повторял мне одну и ту же фразу. Кристина, главное ничего не бойся. И сейчас я безумно благодарна за то, что у меня есть вот эта вот внутренняя свобода и постоянная мысль, что я могу все изменить. Из любой жизненной ситуации я могу выйти и с чем угодно я могу справиться. Это как кредо, но оно безумно раскрепощает. Недавно мне попалась картинка «Мир до и после того, как ты совершил ошибку». Человека определяет не количество ошибок, а то, как он с ними может справляться и может ли вообще. Вот знаете эту пословицу? Только дураки учатся на своих ошибках. И глядя на мир сейчас, я понимаю, что лучше быть дураком, нежели всю жизнь думать. Вот все не делают, и я не буду. Вот все боятся, и я буду бояться. Но я очень не хочу в конце жизни обернуться назад и понять, что я желаю ее ради мнения кого-то. И единственной радостью в моей жизни было одобрение окружающих. И на самом деле гордость за себя, уважение, самооценка – это все следствие жизни в соответствии со своими принципами, с прокачкой своих личных качеств, с преодолением своих ошибок. Вы никогда не будете уверены в себе, пока вы строите образ, который, допустим, восхваляется в обществе. Вы будете уверены в себе и в своих силах только тогда, когда начнете жить в согласии с собой, принимая и выстраивая свои правила и свои ценности. Если бы меня попросили составить инструкцию, как сделать свою жизнь максимально сложной, я бы ограничилась двумя пунктами. Пытаться кому-то понравиться и пытаться кого-то изменить. Не примеряйте на себя чужие роли. Вы не чей-то родитель и не чей-то спасатель. Не берите на себя ответственность, которая вам не принадлежит. В зоне ответственности каждого человека только он и его семья. Все. Попытки кому-то понравиться и быть одобренным – это комплекс. И это звучит очень парадоксально на самом деле. Я пытаюсь кому-то понравиться в то время, когда я не нравлюсь самому себе. Самое страшное в этом всем – это то, что это все создает атмосферу не вашего места. Когда вы не используете качества, которые были даны вам от рождения, которые делают вас уникальным, и предаете себя, вы притягиваете людей, друзей, события, человека, которого, кажется, вы любите просто невероятной любовью, на свой неосознанный запрос, на тот образ, который вы создали. Но человек – это не образ. Живой человек не может длительное время находиться в образе. Даже не так. Человек не может быть счастливым, находясь в образе. Человек не может реализовать себя через образ. И я очень сильно хочу донести мысль, что абсолютно у каждого человека, у меня, у вас, у всех, есть невероятно огромный потенциал. Но большинство живут всю свою жизнь, так и не реализовав его. Даже не узнав, что он у них есть. Просто потому, что перманентно находятся в погоне за чем-то, что считается классным. Не пытайтесь кому-то нравиться. На каждого человека, даже самого сложного, самого упрямого, есть в мире свой человек. И это, к слову, о том, почему я в отношениях, в дружбе, в любых взаимоотношениях, неважно, я против того, чтобы люди кардинально переделывали друг друга. Потому что тем самым они упускают любую возможность встретить поистине своих людей. Не запутывайте свою жизнь своими же руками. И не передавайте смысл бессмысленным вещам. Привести свою жизнь в порядок можно только одним путем. Когда вы четко разграничиваете, что вас разрушает, а что помогает созидать. И в конечном итоге отдаете приоритет второму. Я еще раз повторю, что в каждом человеке есть огромный потенциал, огромная сила, огромная энергия. И каждый раз, когда вы чувствуете апатию, либо какой-то упадок, анализируйте, что вы делали в последнее время. Не умеете анализировать в голове? Берите бумагу, ручку, блокноты. И выписывайте буквально все, что вы делали в последнее время. И какие эмоции вам это приносило. Что вас беспокоит? О чем вы думаете? Вплоть до информации, во сколько вы ложитесь спать. Каждый день мы что-то делаем. Есть разрушающие поступки, есть созидательные. Какой-то золотой середины здесь нет. Нейтральности здесь нет. И чем больше первого, тем лучше ваше состояние. Все очень и очень просто. Терапия с психологом это без преувеличения один из лучших способов научиться осознавать свои поступки и действия. Выстраивать причинно-следственные связи. Учит принимать и любить себя не за что-то, а просто потому что ты — это ты. И такого в мире больше нет. Учит самоценности и выстраиванию личных границ. Умению защитить себя и позволить себе быть собой. Сделайте первый шаг к этому уже сегодня. Найдите своего психолога на сервисе онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Это самый технологичный и ориентированный сервис психотерапии на рынке. В сервисе более тысячи квалифицированных психологов, но финальный отбор проходит один из десяти, потому что требования очень высокие. Уникальный алгоритм подбирает психолога так, чтобы он отвечал именно твоему запросу. Не нужно тратить время на заполнение анкеты. Вы просто устанавливаете фильтры, и можно выбрать психолога, который подойдет именно вам. Но если что-то пойдет не так, на связи всегда классная команда поддержки, которая при необходимости подберет психолога вручную. Если вы сомневаетесь, нужен ли вам психолог, то хотя бы попробуйте. И обсудите свои переживания со специалистом. Начните менять свою жизнь в лучшую сторону, и сделайте себе такой подарок. Запишитесь на первую консультацию в сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». А с моим промокодом «ЛАКТИ30» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Пару дней назад ночью у нас был очень сильный ливень. Прям, знаете, такая настоящая буря. Я сидела на балконе и наблюдала, как люди спокойно закрывают окна, и идут спать. Люди спокойны, потому что они знают, это пройдет. Этот ливень за окном пройдет. Но когда такие бури, штормы, грозы случаются внутри нас, нам кажется, что наступил конец света. Апокалипсис. Буря в этом контексте — это просто метафора. И порой к нашим внутренним штормам нужно относиться точно так же, как мы относимся к ливню за окном. Ничто не длится вечно. Я говорила это в прошлых видео. Мир постоянно меняется. И будет заставлять меняться нас. Хотим мы этого, либо нет. Углубляться в себя. Наблюдать. Где-то не реагировать. Научитесь наблюдать. Вот просто тихо наблюдать. И на самом деле, к многим вещам в нашей жизни стоит относиться как к той буре за окном. И просто закрывать шторы, закрывать окна и идти спать. Не всегда нужно идти на компромисс. На самом деле, у многих девчонок есть вот это вот желание быть удобными и комфортными. Возвращаемся к вопросу самооценки. Вам не нужно делать что-то, чтобы кому-то понравиться. Вам не нужно делать что-то, чтобы вас любили. Забота и уважение чувств человека, которого вы любите, это необходимость в отношениях. Но это не может и не должно быть постоянно, перманентно, в ущерб вам. Компромисс это классно. У меня договариваться это классно. Но суть компромисса в том, что каждый что-то отдает и что-то получает. Ключевое слово здесь каждый и постоянные, безвозмездные уступки это вопросы к вашей самооценке, к вашей самоценности. Это признак того, что вы где-то предаете себя. Говорить нет, это нормально. Нет, это законченное предложение. Это не имеет ничего общего с грубостью, с агрессией. Это просто норма. Обычная человеческая норма. И если кто-то обижается на ваш отказ, считает ваше поведение неправильным, это комплексы и триггеры другого человека, которые находятся вне зоны вашей ответственности. Действуйте в моменте сейчас. Если я хочу снять видео и что-то донести, я в эту же минуту иду за камерой. Кстати, именно так появился, кажется, мой самый-самый первый подкаст. Я ехала в машине, мне в момент взбрело в голову поделиться всем, что я чувствую, и буквально через 10 минут я уже сидела на этом месте и делилась с вами своими мыслями. Получилось то, что получилось. Но я безумно благодарна вам за каждый комментарий, который вы оставляете под подобными видео. Так вот, если у меня возникла какая-то идея, я в эту же секунду, даже не в эту же минуту, я беру телефон и пишу людям, которые могут помочь мне ее реализовать. Я подумала о каком-то человеке, вот я хочу с ним поговорить. Я беру телефон и пишу этому человеку. Все, что пылится в вашей голове днями, неделями, месяцами, это простыми словами захламление мыслей. То, что лишает вас возможности думать ясно и слушать себя. Моя жизнь стала безумно насыщенной, когда я просто убрала слово «завтра». Нужно встретиться? Встречаемся сегодня. Нужно поговорить? Говорим сегодня. Вопросы по работе? Созваниваемся и решаем сейчас. Все делается и создается сейчас. Все дела, которые вы откладываете на неделю, на месяц, через какой-то период времени вы поймете, что они вам даже были не нужны. И вот каждое действие, которое вы откладываете, в итоге просто чувствуется, как старая ненужная одежда в вашем шкафу. Это, наверное, лучший совет для тревожных умов, потому что тревога — это следствие переизбытка мыслей. Когда вы начнете реализовывать это все в действиях, и в моменте сейчас, поверьте мне, ваша жизнь станет в разы спокойней и в разы проще. Я думаю, многие из вас слышали про понятие «внутренние опоры», когда ты взращиваешь в себе это умение рассчитывать только на свои ресурсы, на свои силы, неважно, какая ситуация. И рутина — это самая настоящая волшебная палочка. Это именно то, что помогает эту опору построить. Это как кирпичики. И под словом «рутина» я подразумеваю не просто умываться каждое утро и вечер, соблюдать гигиену, ходить на работу, но и рутину, которая будет отвечать за ваше внутреннее состояние. Например, в каком-то из влогов я рассказывала вам про практику тишины, когда вечером я побычаю любые видео, подкасты, музыку, и просто какой-то период времени нахожусь в полной тишине. Это мое время. Это время, когда я не впитываю никакую информацию. Еще одна рутина, которая помогает мне развиваться в работе. Каждый вторник и четверг я делаю домашку на курсы. Это моя рутина. И в целом понятие «рутина» намного масштабней, нежели люди в это вкладывают. И это правда то, что способно навести порядок в голове. Когда вы просто начинаете уделять время и привыкать к тому, что раньше казалось вам просто фоном. Никогда не делайте что-то из желания доказать что-то кому-то. Я говорила, что спокойствие — это следствие. Следствие, когда у вас внутри нет конфликтов. И действия, которые основываются на желании доказать что-то кому-то, показать что-то кому-то, просто затуманивают ваш разум и уводят вас от ваших истинных желаний. Это пустая трата времени, сил и ресурсов. Причем огромных. С учетом того, что никто не способен так сильно усложнять нашу жизнь, как наш собственный мозг и поток мыслей, делюсь с вами маленьким лайфхаком. Вы знаете, что я очень давно увлекаюсь йогой и на занятиях, чтобы достичь максимального результата, мы параллельно учимся отключать мысли. Это чем-то похоже на медитацию, но сама суть. У многих это действительно не получается. И чтобы отключить поток мыслей, необходимо абсолютно каждую из них додумать до конца, довести до логического завершения, вот проиграть весь сценарий. И так стоит делать до того момента, пока все всплывающие в вашем сознании мысли не исчезнут. То есть абсолютно каждое ваше переживание, ситуацию, страхи вы в голове доводите до конца. Возможно, кому-то из вас это покажется чем-то странным, но просто попробуйте. Вот один раз. Я безумно благодарна, что вы дослушали этот небольшой подкаст до конца. Обязательно пишите ваши мысли. Я вас безумно люблю. И увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok